Мы находимся на Даф-Ютет. Еще несколько высказываний тех же мудрецов, о которых мы говорили в прошлый раз, поэтому это как продолжение предыдущей темы. Омар Раби Хеба Рабу Морабь Йохна. То же самое было в предыдущем высказывании тех же мудрецов. Шиюр Тефер Алоха Лемой Шемесины. Есть понятие, которое называется Шиюр Тефер, то есть остаток от зашивания. Дословный перевод. То есть когда ты зашиваешь, пришиваешь, нужно оставить что-то, пришиваешь. Пришиваешь. Для того, чтобы писать Сефер Тефер, мы сказали, ее пишут на отдельных пергаментах, на отдельных клафьем, как называется. То есть прямоугольные такие куски пергаментов, которые потом сшивают друг с другом. Их сшивают, когда сшивают, их сшивают не до конца, немножко остается в конце не пришитое, то есть расходится немножко к концу. Когда сшиваешь две вещи, можно сшить от начала до конца, там получается как бы одна целая, одно целое. А можно сшить так, что немножко осталось сверху снизу недошитое. Это алоха маиши мисины. Так, если я не говорю, что это фрин и риоис, шесефер тойро, лехабран яхот мишарин бтефер лималя валимата. То, что мы сказали. Маху ламухо. То есть есть такое, как сказать, выражение маху ламухо. Дословно, далее, то есть, как бы сказать, так немножко при это самое, ну, когда человек с большим папусом что-то говорит, ему иногда так немножко, как сказать, щелчком, что-то такого типа, да. Маху ламухо, так сказать, такое вот это дали по мозгам дословный перевод, по-моему, достаточно, если я правильно понимаю. Слышно, что это, конечно, не алоха маиши мисина, вилу амру элекидэй шилой кареа. Это вся эта вещь, что никакая не алоха маиши мисина рихура. Это просто, как так удобнее делать, чтобы не порвалось, что это значит, объясняет Раши. Шемидом и шаер ме адек бхазка кшуме мегатко в лесе фртойро. Просто потому, что если там не будет декан, чуть-чуть, в конце можно расхладиться, что когда он скручивается фртойро, когда он сильно скручивает, он может порваться. Порваться здесь сам и рёдко. Немножко открыть, так они, когда растягиваешь, они в этом месте, они расходятся чуть. И поэтому это самое. То есть, говорит тоже Нира, да, Фомогила, Бешар, Свори, Маинан, Шьюр, Атефер, Кемэда, Тайма, Гавэки, Дэйшилой Карея. Говорит то, что кажется так, что у всех остальных книжках тоже нужно немножко оставить недошитым, чтобы удобнее было, чтобы не порвалось. Самой шмуа, как бы, шма, как бы, так сказать, то есть это лох, который ты сказал, ее как бы немножко, то есть не то, что она неправильная, она правильная, но немножко ее, как сказать. Снять пафос, я бы сказал. Трябьохана пришла, но видно, как-то пришла таким образом, немножко, как сказать, преувеличенная, не знаю, как сказать. То, что мы сказали только что, что похоже на предыдущий, что ли, сначала мы сказали, что вообще человек не выходит, если написано между ним, только в Цибур не выходит. Немножко, как бы, уменьшить ее, как сказать, область определения, не знаю, как сказать. Ну да, типа такого, да. Не совсем так, нет, не совсем нет, дружку тревогу. Значит, было два человека, которых написано, одно написано в Торе, строго написано в Пророках, что они, как бы, Всевышний прошел перед ними. Так написано, в Торе написано, вы его руководите, сказать, и ранее из Квудеха, вы мера не верк, как ты верил по неху, в каразе бешэм, а шэм, лихо нехо. Так, свыше, мы же сказал ранее из Квудеха. Мой Шарабейнов просил Всевышнего, покажи мне твой, как бы, покажи мне твой, твою уважение. Давайте, может, проси, вот ты можешь дать мне это самое? Вот здесь, ага, давайте, да, давайте посмотрим, что здесь написано, это будет легче немножко, в Торе в Пророках здесь, наверное, не написано, Пророков здесь нету, неважно. Целые петеса. Значит, написано такая вещь в Торе. Значит, написано следующую вещь. Значит, Вайомера, ашэмер муше, гамы садор, двора я сэф, дебарта, сэхэн сэд бхэнэжа. Вайомара, рэни нойск, вэдээхо, ни много, ни мало, Мой Шарабейнов, говорит Всевышний, покажи мне твою, как бы, твою славу. Я вот так вот привел. Вайомара, рэни нойск, вэдээхо, так написано в Торе. Вайомер, Всевышний отвечает. Вайомер, ани, а вир коль туви, аль панехо, вэхо, рэхо, ойсэ бхэм, ашэм лефанехо, вэхо, ныханусь, эсэшэрахон, вэхо, рэхамти, эсэррахэм. Значит, Всевышний отвечает. Ани, а вир коль туви, аль панехо, я приведу все свое туви, слово тоф, хорошее, не знаю, чего, перед тобой. Вэкарати бхэм, ашэм лефанехо. Я пропозил, как бы, ликро, то есть, как бы, типа, 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 тфила, не знаю, как сказать, перевести это. Я пропозил, как бы, зову всем Всевышним перед тобой, вэхо, ныханусь, эсэррахон, вэрхамти, эсэррахэм. Я, в ханосе, я, так сказать, сделаю, да, ну, хэм, хэм, то есть, какую-то милость к тому, кого я, кого я делаю, милость, вэрхамти, эсэррахэм. Ирахам, то есть, я посмилуюсь на термскими, я смилуюсь, смилостиваюсь, примерно так. Ваё, оймарлозухалеросис, полной килой раннего дом вахой. Потом Всевышний говорит, ну, ты не сможешь видеть моё лицо, как бы, моё, моё, спереди меня, как я не знаю, как сказать. Килы, илой, ирань, иадам, ихай, потому что нет человека, который меня видит, останется живой. Настолько много света, что невозможно видеть. Ваё, омарлозухалм, иди, вэнисав, толь, аль, цур. У меня, вот, есть место, где ты спрячешься, там, около, ну, на цур, на скале, или в скале. То есть, типа, это самое, в пещере, так бы, ойсэррахэм. И когда я буду проходить, проходить будет моя слава, я тебя спрячу в Некрата Цур. Некрата Цур, это, как раз, типа, пещера, да, то есть, какая-то, цура, это скала, Некрата Цур, типа, не знаю, типа, пещера, типа, какое-то укрытие. Я, как бы, закрою ладонью, пока не пройду. Я уберу свою, как бы, руку, ковихоль, выраисы, это ахурай, упанайло, ты видишь меня сзади, а спереди ты меня не видишь. Так дословный перевод, естественно, у всего лишь нету ни руку, ни это самое, ни переда, ни зада. Здесь говорится про разные эти самые вещи, которые нам не очень понятны, но, как бы, чтобы, как говорит Раши, то есть, как бы, нам приводится в примерах, которые нам как-то понятны. В любом случае, говорит Гмаразис такую вещь, что если бы там, в этой пещере, где он был, осталась бы дырка, как махат, сетки, то есть, махат, это иголка, есть иголка, которая для мешков, а не большие иголки, есть иголка, которая маленькая, сетки, это для сегодняшнего языка, это всякие, типа, пуговицы и так далее, имеется в виду. То есть, типа, а? То есть, тебе даже, так сказать, малейшая дырка, все равно бы Мойши не выжил. Почему? Потому что написано, что то же самое было с Ильявой. Ильява тоже увидел Всевышний, тоже прятался в пещере, и, наверное, говорит, что была та же самая пещера, где Мойши стоял. И тоже там прошел это самое, написано там Лобе Зе, Лобе Зе, Эльбе Кодма Мадака. Только не важно, там написано, что тоже Всевышний прошел перед ним, и тоже там было какое-то такие видения. Но, в любом случае, там написано, что есть, это написано на нашей Гмаре. В этой самой пещере, где стояли Мойши Ильяву. Маленькие, как это самое, как дырка в иголке ситки, в этой маленькой иголке. Не могли бы они там стоять из-за этого света, что не мать, как мы прошли, только что. Потому что не будет меня увидеть человека и остаться в жизни. Мойши Ильяву приводит еще одно высказывание. Раби Хеба Раба, это не Раби Йоханан, потому что уже приводит еще несколько высказаний. Ом Раби Хеба Раба, он Раби Йоханан. Май дыхтив. Маленькие, как холят дворим, ашер дибэ, ашер, махэм, бэгар. Маза Алейм. Это Пашка идет про что? Про Лухот. То есть на тайце Луха и Лухот. Так, давайте посмотрим, что написано. Дворим Тет. А, послухнет, вы говорите, посмотрим сейчас. Дворим Тет, послухнет, ют. Дворим Тет, послухнет, ют. Витян, Ашем Ильай, ашнэ, лохой саванним, ксувим бэйц бэ, луким, алейм, кихолят дворим, ашер дибэ, ашем и махэм, бэгар, митхо, хээш, бэ, йома, кагаль. То есть Всевышний дал мне две скрижа Лизавета, на которых написано. Кихолят, ашер дворим, то есть в алейм, то есть на них. Кихолят, ашер дибэ, ашем и махэм, бэгар, как Всевышний говорил с вами, на горе, луки Believe, из огня, бейм и кагаль. в день, когда собрались, когда это было как раз швот. Как сказать, скоро будет швот у нас. И что написано? Что такое? Как все вещи, которые говорят. Скорее, что все вышли, что написано. Сейчас будем разбирать ряд, что это такое. Вадикдук и софрим. Вумашим и софрим отитим лихадеш. То, что в будущем софрим. То есть, учителя народа Израиля. Что это за вещи, которые говорят в лихадеш. Которая новая вещь, которую скажут, это микро Магилла. То есть, уже в Крижарях это было намекнуто. Написано. Что такое дикдук и софрим. Что такое дикдук и тоира. Ребуин этим в гамме миуте нахин в ракен. Когда написано в Торе. Эт что-то. Мы говорим, что это бали работа. Скорее, что это еще. Гамма, это тоже бали работа. Дикдук и софрим. Чтобы дикдуко охраним. Милошон мишнаторишваним. Говорит Раша. То есть, то, что есть дикдуку. Всякие дикдуки. И включая Магилла Тестер. Как мы сказали. Значит, мы дошли до следующей мишны. Говорит мишна. Аколь, кширин, лекро. Лекро, это Магила. Все могут читать Магилу. Любой человек может прочесть Магилу. Худсми. Кроме исключения. Какие исключения есть? Три. Хереш, шойте выкотен. Хереш, это обычно, это глухонемой. Но здесь не имеется в виду глухонемой. Почему? Потому что, если он немой, то он читать не может. Об этом не надо читать. Об этом не надо говорить. Здесь Аль-Корхов все решения объясняют. Что, несмотря на то, что обычно у нас Хереш, это глухонемой. Здесь имеется только глухой, но не немой. Потому что, если он немой, то вопросов с ним нет. Человек, который немой, не может читать Магилу. Об этом не надо говорить. Здесь говорится человек, который глухой, но не немой. И он может прочесть, но не может услышать то, что он читает. Потому что он не может услышать то, что он читает. Он вменяемый, он читает, он умеет читать, он полностью нормальный человек. Нет, здесь говорится, что хаш, обычный хэрэш, это человек, который глухо-немой. И про него не надо писать. Почему не надо прописать? Потому что он не может читать просто физически, кроме того всего прочего. Здесь он глухо-немой, не может читать, потому что в том числе и не мой. К тому же не умеет читать и так далее, как раньше было. Здесь говорится, что человек, который только глухой и не немой. Он человек, который, как Пикех и Хольдавар, он полностью здоров душой, он обязан выполнять все митсвы, а читать могилу не может. Почему не может читать? Мы видим в море. Он должен все делать митсвы, он должен одевать тфилин, должен одевать, не знаю, что он должен, махать лулавом. Все эти вещи он обязан делать. Слушать лулаву, слушать шафара, я думаю, что не получится. А? О, совершенно верно. Есть митсвы, который он не может делать. Если человек не может, не смогла, что делать? Есть вещи, которые он не может делать, совершенно верно. В том числе он не может читать. Хотя Магеллан, по идее, может прочесть. То есть физически здесь нет проблем. Он может прочесть Магеллан. Человек, который умеет читать, умеет говорить, только не может слышать. Глухой? Как он общается с людьми? Нужно что-то написать, он прочест. И ответит тебе, ответит тебе спокойно, с чувством, с расстановкой, нормальным русским языком. Ну что, не как я. Но, как сказать, но, а? Бывает? Глухой человек. Бывает, конечно, бывает? Не с рождения? Конечно, не с рождения. А глух? Совершенно верно, ты полностью прав. В наше время, с рождения, я думаю, говорить не могут. Они говорить не могут их научить. Они могут научить только этой азбукой, как называется. Говорить я не слышал. Может, я ошибаюсь, я не слышал про это. Но я, правда, на эту вещь, которую не очень, я скажу, к нам не относятся сейчас. В наше время, что они имеют, что они имеют, это надо спросить их в самом университете. В любом случае, как будто ни было, мы здесь говорим человеку, который, ты совершенно прав, он родился, этим сам, как называется, с ушами. Потом у него оглох. Человек оглох. Бывают такие вещи, есть такие случаи. Человек оглох. Не все, я думаю. Есть всяким окшением сегодня. Что-то такое, есть сегодня такие вещи, да, сегодня есть всякие люди, такие уходят, такие штуки на голове. Но мы говорим время, когда это еще не придумали. Человек глухой, есть было, не знаю, в мое время были еще люди глухие, я не знаю как. Я помню, в России ходили люди, кто говорит, глухой. Было такое слово глухой, но я помню его с детства. Что, глухой, что ли? Слово глухой, я помню, были в детстве, были такое понятие глухой. Значит, в любом случае, такой глухой не может прочесть могилу. Почему, видимо, в море? Что это, что такое, что это сумасшедший? Сумасшедший, понятно, почему, потому что он просто не обязан кимиться делать. Выкот он маленький. Рабью да макшир выкот он. Рабью говорит, что как маленький, он да, может прочесть могилу. Что? Сейчас увидим. Сейчас увидим, сейчас увидим, хороший вопрос. В любом случае, Рабью да говорит, что кот он нормально, а Хон говорит, что кот он нормально. Считаем то есть. То есть говорит, Рабью да макшир. Ткаше говорит, то есть, бээйзы котен майри, про какого котана здесь говорится. И было и геолехинов, значит, у нас котаним, что такое котан, котан это человек, которому не исполнилось 13 лет. Он называется котан. Значит, какой у нас закон в Таре? В таком случае, закон такой, что человек, который котан, то есть ребенок, которому не исполнилось 13 лет, он еще не обязан выполнять мисвод. Обязанность мисвод начинается, когда человеку исполняется 13 лет. Все время, пока человеку 13 лет не исполнилось, он потруми на мисвод. Всех мисвод Таре. Но что? Рабон антикнул, что человек, ребенок обязан делать митцву, начиная с какого-то возраста, который называется гели-хину. Что такое гели-хину? Когда он вполне, как сказать, зрелости, умственного развития, может понять эту митцву и может начать ее делать. Каждая митцва, соответственно, с разным возрастом. То есть человек, который делся, он не должен никакой митцву делать, потому что у него еще, как сказать, умственного развития немножко не хватает. На эти митцву, когда начинают говорить ему говорят Шма Исраэль, потом потихонечку начинают ему Шаббат, что есть понятие муксы, потом начинают топ, потом начинают все потихонечку, называется воспитание. То есть он обязан делать митцву, написано, что когда он уже может Линане, покупает ему Лав, когда может Лешмур, Асмоба Тайра, в смысле это самое, фаталет это самое. Папа покупает ему Цицит и так далее. Есть митцву. Значит, говорит, стойте, про какого катана здесь говорится. Есть катана Шерлой Гейли Митцву. Эллой Гейли Хинуха, извиняюсь. Эллой Гейли Хинуха. У него нет обязанности вообще. Допустим, он очень в Вундеркида научился читать 20 года. Понимает, не умеет, но читать очень хорошо читает. Есть такие люди. Если дети читают, просто потрясающе. Четко, внятно, с основкой, но ничего не понимают. То есть, а? Нет, ну, читать на Амбрите можно научиться, не понимая. Дети могут запомнить, что это коммец Алифо и так далее. Коммец Бэт Бо. И, пожалуйста, с согласовками еще вовсю. Нет, ну, не цело хорошо, наверное. А? Было цело хорошо. Кто? А? Да какие цифры? Есть он, ну, так он, он еще не Гейли Хинуха. Почему? Потому что еще не может, что такое, так сказать, Кириат Могила. Это нужно понять, что сумма Ниса, нужно понять, что был Нес, нужно сам. Здесь много чего надо понимать. Если он только читать умеет, а еще не умеет, что-то, еще не умеет, это самое, еще не пришел в Хинуха. Ибо катали ма. Ибо, ну, Гейли Хинуха. Мы учили когда-то в Масахе Дрошошона. Человек, который обязан сам не делать митцву, не обязан по какой-то причине делать митцву. У него нет митцвы по какой-то причине. Он не может никого другого ввести, почему-то, потому что что-то. Лехур, а сам по себе что такое читать? Сам по себе это вопрос про катана не немножко. Это от смо. Да, вот это от смо, это не очень понятно, потому что катана тоже непонятно. Забыть им так, катан, который не обязан митцву, он не может себя вывести, как сказать, смешно немножко. Катан, который Гейли Хинуха, Лехур, вы дальше можете себя вывести? Как такого может быть, что вы поставили? Как это? Не может такого быть? Миманов Шах, вы дальше говорите про другого. Катан, который может быть, мог бы вывести Ахэлем? Ведю? Вопрос, а? Нет, это то, конечно нет, потому что человек, который не обязан митцву, не вождел другого. Катан, который Гейли Хинух может вывести? Который не пришел Гейли Хинуха. Если скажут, что Мишина говорит про не Гейли Хинуха, как Раби? Если только то, что Гейли Хинуха. Сейчас будем разбираться, говорят про не Гейли Хинуха, не Мистабер, почему Мистабер? Потому что Раби, говорит, непонятные вещи, как он может кого-то вывести. Пока что мы разбираемся про Катана, про маленького. Про какого Катана здесь говорится? У нас есть Катан, у нас есть маленький ребенок двух видов. Есть Катан такой, есть такая Катанка. Один вид, который называется Гейли Хинух, второй вид Лой Гейли Хинух. Сколько это каждый, например, 9 лет, 10 лет, каждый свой возраст. Так если он это самый Гейли Хинуха, то, как говоришь, человек, который обязан, не обязан выполнять Митсу, он не может никого вывести другого Митсу, то есть когда человек не обязан делать Митсу, у него это вообще не Митсу, поэтому он не может, когда он сам делает Митсу, не может у других как будто для других делать Митсу, потому что это не Митсу, для него это ничего. Поэтому то, что он делает, не может и как кто-то другой за него как-то за него причепиться, я бы сказал бы, да? Понятно, да? Идея понятная. Человек, который по какой-то причине не обязан делать митцву, неважно, например, женщина не обязана трубить шафар. Она не может трубить шафар для мужчины, потому что то, что она трубит, это не митцва вообще. Она не обязана трубить митцву, поэтому то, что она трубит, я слышу звук митцвы, я слышу звук дудочки, даже если не еврей. Профессиональный трубач, он на этом самом, дай ему только эту самую шафару, он себе сразу такие, те самые, будут гаммы выдавать, что просто это самое. Никого он вывести не больше, потому что для него нет митцвы такой, не евреев нет митцвы, слушает шафар, поэтому то, что он трубит, это не является митцва. И то, что я его слушаю, я говорю, я слушаю музыку, после этого есть пара, хочешь слушать музыку, слушай музыку, но митцву ты этим не выполняешь. Почему? Потому что он не обязан делать митцву, сколько он не обязан делать, это то, что делает, это не митцва. Он не может меня вывести митцвы, поэтому каутон, который не обязан делать митцву вообще, очевидно, что он не может никого вывести. А если скажешь, продолжаем, да? Ты говоришь, что это плохо. Говорит, я понимаю, что маленький ребенок, который даже гелый хинух, он не может выполнить трубление шафара медороги. Почему? Потому что то, что он обязан делать трубление шафара, а это только дарабанан. Хинух, хинуха дарабан, то есть у нас до 13 лет человек не обязан делать митцово, а дарабанан обязан делать митцово, чтобы называется митцус хинух, воспитание. Совершенно замечательно. Он хаяф дарабанан, а я хаяф дурайто. Я он хаяф медрецы, постановление медрецов, а я обязан слушать шафар постановления устары. Поэтому если он трубит, он выполняет митцово дарабанан, я не могу ввести свои митцово дурайс от того, что он трубит. Поэтому ребенок маленький не может трубить для взрослого человека в шафар. Ребенок для ребенка, пожалуйста. Папа, что-то, почему нет? Это дарабанан, нет дарабанан. У них одинаковый этот самый, одинаковый статус. Пожалуйста. Но ребенок для взрослого не может. Это все хорошо, когда говорят митцово шафар. А приятная могила это вся дарабанан. Приятная могила это же не вторая, это не митцово, старая, это митцово, которую постановили мудрецы. Для него они восстановили, для меня восстановили Когда он делал до рабона Наташа, как ребенок, другому ребенку мы сказали Может вывезти шофаром Почему он не может? Для меня вывезти крея от могила Какая проблема? Спрашивает, то есть почему рабон говорят, что это плохо Раблюдо, я понимаю, почему может Почему рабон говорят, что не может Если это маленький, понимаем, почему раблюдо говорит, что может Если это большой, почему рабон говорят, что не может Понятие на вопрос, то есть сейчас Так спрашивает, то есть про Катана то есть приводит на эту тему это самое давайте пропустим привод доказательства туда-сюда и пойдем смотрим Тируц написан В.Е. Штоймер в середине примерно считается говорит здесь человек который ребенок который уже хинух то есть он уже 10 лет примерно уже обязан до рабона выполнять мезвод афилахи послой рабонен мишун до могила лейка хиюва афила бак дойлим или мид рабонен выкота на михуев или мид рабонен афилу бешар мицвойс оба года лейка или хад рабонен в мигиле шарей бешар мицвойс ухая в миду райса уладьих трейд рабонен умафик хад рабона говорят то есть очень интересную створу а именно что ребенка это доробона в квадрате что драбона все идет у него драбона и какие-то мит conform мешун хину ему не потому чтобы быть я во что бы лед ханех и он обязан делать драбоны все ведь вот так поэтому могила у него тоже драбонно но он драбонна с хинуха тоесть не драбоном которы постановили для всех как dorn потому что должен так сайт мил чтобы как бы чтобы митцует хину у него это у него нету миц увидев press B Germ�� Есть Хенух Лакри от Могила, получается 3 Дарабона, то есть есть еще один Дарабон, что он должен делать Хенух, и сколько есть Митсуа Дарабона читать Могилу, то из того, что есть Митсуа Дарабона, он должен читать Могилу, то есть у него 2-3 Дарабона. Поэтому у него 3 Дарабона, а взрослый человек, всем остальным, он должен добраться, у него 1 Дарабона, у него только одна вещь, которая Дарабона в первой степени, не во второй степени, и поэтому вторая степень не может вывести первую степень, это более далеко. Так объясняет Тоисус. Тоис спрашивает на себе вопрос, приводит объяснение, что написано в проход, что ребенок может вывести папу Беркат Амазон, папа, который поел, а не умеет говорить Беркат Амазон, а ребенок уже учится в Хедрецаде и знает Беркат Амазон. Папу, ребенок может вывести папу. Как такое может быть? У ребенка это Дарабон, папа Дурайса. Начинает, когда это может быть. Когда ребенок поел, папу поел меньше, чем Шурусве. То есть, если папа наелся, то будет иметь Судурайса, как в Таре написано, Беркат Амазон, вахальт, васават, вверахта. Отсюда учится, что когда человек должен сказать Беркат Амазон из Тары, когда он наел, вахальт, васава, то есть, сова наелся, когда он съел чуть-чуть, не чтобы наесться, то есть, меньше, 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 чем можно, чтобы наесться, то у него есть Беркат Амазон Дарабанан. Поэтому ребенок, который тоже поел, он может вывести папу, потому что у него Дарабанан, но Дарабанан. Спрашивает, то есть, как такое? Как спрашивают, что здесь Дарабанан в квадрате? Здесь Дарабанан в первой степени говорит, нет, папа поел козайса, а ребенок наелся хорошо. Поэтому ребенок один Дарабанан, но и папа один Дарабанан. И поэтому здесь первая степень выходит первой степени, нам первой степени равна, здесь первая степень из того, что он наел. Если именно от них хорошо понял, то он не сможет его вывести. Совершенно верно, он так говорит. Так вот, так, насколько я понимаю, Майса, но спустим, более-менее, более того, это Тирус, который понимает, что приводит решение Майса. Все-таки Циртака объясняет, то есть, наше, это самое, и немножко закончим еще приведу Рамбана, который приводит здесь Ран, что он говорит следующую вещь, очень интересно. Для Майса есть стера в Раше, в очень многих местах. Когда Раша объясняет Митву Схинух, он объясняет в нескольких местах по-разному. На этой теме больше написано, много чего написано, но не важно, Раша в нескольких местах говорит, что мудрецы постановили, что дети обязаны выполнять Митвуот. Зачем? Чтобы Лид Ханеху выполнять Митвуот потом. Есть в нескольких местах Раша пишет, что мудрецы постановили, что папа обязан учить ребенка выполнять Митвуот, чтобы ребенок упал в Митвуот, чтобы он был Тханех, чтобы он потом имел в виду выполнять Митвуот. То есть, есть спор в Раше, это Митву на ком? На папе, чтобы ребенок упал в Митвуот или на ребенке? На кого постановили родители, на кого постановили мудрецы, чтобы есть понятие Митву Схинух? Митву Схинух – это папа обязан воспитывать ребенка. Ребенок даже, если я воспитываю, чтобы когда... Говорит Ромбан, поэтому считает Робона, что он не может вывести взрослого, потому что на ребенке нет никакого митцвота. Бейдюк, так говорит Ромбан. Бейдюк, такие слова, говорит Ромбан, здесь на месте. Почему ребенок не может вывести взрослого? Потому что ребенок обязан митцвот. Он не обязан делать митцвот даже, который геляхинок. Это нет обязанности на ребенка делать митцвот. Есть обязанность на его папу воспитывать его, делать так, что ему делать митцвот, чтобы когда он вырос, делать митцвот. Это митцвот воспитание на папе, не на ребенке. Так говорит Ромбан, Ромбан с ним спорит, то есть, видим, здесь тоже с ним спорят, а лоха это не очень по импеседу, а лоха не так, седер и на ханами. Ребенок сам обязан, рихура, потому что мы видим, что, так сказать, а как это сам ребенок выносит папу, он там пишет страшные вещи, что это большой ребенок. А ребенок будет папа Беркат Амазона, говорит, Ромбан большой ребенок, которому 13 лет. Неважно, это следующий вопрос, как он объясняет эту гморрой, это следующий вопрос, в любом случае, говорит, что папа ребенок не может не вывести никакую вещь, потому что у ребенка вообще нет митцветов, все митцветы на папе, митцвет хинул, хана на папе, а не на ребенке, сколько он на папе, на ребенке. Ребенок никого не может вытащить, да и хова, а что надо, говорит, рабьюда, что он да может, получается, парамбан или хура, тамаховик с рабон и рабьюда, ну, с этого можно, давайте здесь сегодня остановимся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...